Добрый день, это Тутбай ТВ и в нашей студии сегодня первая дискуссия в новом году. Тема нашей сегодняшней дискуссии, почему психолог советует, а не дает инструкции к действию, и поводом для встречи послужила статья, которая вышла накануне нового года под заголовком «Телефон доверия психолог посоветует, но принимать решение самому». Обсуждать эту тему, а также вопросы о том, зачем нужны службы психологической помощи, если точного ответа на волнующий вопрос там получить невозможно, какие вопросы лежат вне компетенции психолога и сможет ли выполнить специалист возложенную на него сверхзадачу, а одна из них это предотвращение суицидов. Об этом и некоторых других вопросах сегодня будем говорить с гостями. А ими стали сегодня Татьяна Александровна Ушакевич, главный внештатный психолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Сергей Владимирович Давидовский, заместитель главного врача по пограничной психиатрии Минского городского психоневрологического диспансера, главный внештатный психотерапевт комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководитель городского центра пограничных состояний. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. В этой студии я также рада приветствовать Наталью Александровну Усакович. Здравствуйте, Наталья Александровна. Наталья Усакович, ведущая психолог отдела прикладной педагогической психологии Академии последипломного образования, член Белорусской ассоциации психотерапевтов, член Российской ассоциации арт-терапевтов. И в этой студии я также приветствую Диану Комлыч, известного вам человека в студии Тутбай ТВ, семейный психолог, организационный консультант, системный расстановщик, автор и ведущая программы «Территория счастья» на Тутбай ТВ. Ну и коль скоро поводом для нашей встречи послужила статья под заголовком, как я уже говорила, «Телефон доверия психолог посоветует, но принимать решение самому», я просила бы каждого из вас высказать свое мнение об этой публикации, потому что резонанс и на форумах она получила большой, были обсуждения и у нас с вами накануне этой встречи. Пожалуйста, предоставляю право каждому из вас, уж не знаю, дать ли оценку, но по крайней мере высказать свое мнение об этой статье. Мы как будем? По очереди ли? А как хотите. Хорошо, тогда я могу в данном случае высказать оценку. Вы знаете, очень показательная статья в том смысле, что каким образом происходит в журналистской среде освещение таких вопросов, как оказание психологической помощи, и, я бы сказал, оказание экстренной психологической помощи. Во-первых, следует отметить, что сама статья была подготовлена с многочисленными нарушениями. Во-первых, без согласия самого сотрудника была сделана запись, размещена без согласия сотрудника. Также, как и комментарий в этой статье без согласия нашего сотрудника, который здесь присутствует, тоже был размещен. И, кроме того, человек, который обращался, он журналист по образованию, обращался с выдуманной проблемой. И, естественно, в данном случае, когда идет работа на оказание экстренной психологической помощи, я и сказал, что статья сама по себе показательна, зачастую на службы экстренной психологической помощи обращаются не потому, что нужна экстренная помощь, а потому что некоторым просто интересно посмотреть, как они работают. Но при этом забывается о том, что, во-первых, там работают люди, которые настроены на оказание экстренной психологической помощи. И, естественно, если они оказывают помощь, видят, что они не нуждаются в этой помощи, или используют какие-то психологические приемы для того, чтобы сразу определить для себя, человек, он нуждается в помощи или позвонит для того, чтобы… Вот ему стало неинтересно, да, и он выдумал какую-то проблему, и хочется порассуждать. То, естественно, в расследствии разговора возникают какие-то определенные, могут возникать нюансы, да, или, может быть, ответы не по существу заявленной проблемы. Но как ответить по существу заявленной проблемой, если там проблемы как и таковы, того, кто звонил, не было. А такие, допустим, нюансы, как то, что звонивший даже не знает, сколько женщины находят в декретном отпуске, это вообще как бы возникает вопрос. Вообще она знала, в связи с какой-то их звонит. И понимаете, вот эта статья, она показывает, что иногда люди, которые имеют постоянное представление о том, как работают в этой сфере люди и каким образом строится помощь, начинают потом комментировать. Ведь после данной выложенной аудиозаписи, женатка взяла, она не имеет никакого образования, ни психологического, ни никакого жизненного опыта, прокомментировала. И потом сказала, а что вы думаете? Как вы думаете, если человеком говорят, он плохой, нехороший? И что вы думаете про этого человека? Как будет комментировать? В соответствующем образом, мне кажется, будет и отзыв. И кроме того, даже если внимательно почитать эти комментарии, то там есть четкие как бы градации. Люди, которые действительно имеют понимание этой работы, которые адекватно оценили действия консультанта. И люди, которые не имеют как бы представления. И вот понимаете, в чем дело? Очень важно, чтобы информация о СМИ, которая существует, она реально отражала то, что есть, со всеми недостатками и проблемами, да? И формировала адекватное мнение. Вот у нас перед началом вашей встречи говорит, что да, произошли поделенные неприятные события, да? В течение этого полугода. Но почему-то вы не додумываясь о том, что перед этими событиями были несколько статей, все начиналось с новин и тут бай, когда был такой яркий заголовок. Эпидемия самоубийств в городе Минске. Поэтому журналисты даже не поинтересовались о том, я бы сказал сомнение, я вас не перебиваю, о том, что у нас на протяжении двух лет в Минске идет снижение уровня суицидов. То, что ежемесячно в Минске совершается с 16 до 22 случаев. И если вы хотите эту тему, почему вы не отражаете всех 16 случаев? Что самоубийств в трядах больше, ну не в 3-2 раза больше, у меня тут есть самоубийство, чем от дорожных трядах может происшествий. По вашей информации там 77, по-моему, или 71, да? А суицидов это больше 200. Значимость данной проблемы. И, знаете, если мы освещаем работу той структуры, которая действительно работает в сфере оказания экстренной психологической помощи, а из всех телефонов, которые существуют на данный момент, телефон экстренной психологической помощи для взрослых и также для детей и подростков, это та именно структура, которая имеет данные истории, и она работает круглосуточно, и настроена оказанием экстренной психологической помощи. Если возникают какие-то вопросы, связанные с тем, что делать, если человек заявляет о том, что он хочет покончить самоубийством, почему-то он звонит на этот телефон, почему-то обращает на другие, с консультацией или с информацией о том, что есть такое, что нужно что-то предпринимать. И еще такое замечание. Вы знаете, работа психолога не настроена на предотвращение самоубийства. Это слишком узконаправленный аспект их работы. Работа психолога направлена на коррекцию категорических особенностей личности, в первую очередь. И эта работа очень много зависит от того, проблема какая реальна. Если есть реальная проблема, то возможны реальные взаимодействия и реальный выход. И она выдумана. Если человек не знает, в чем он нуждается, в чем у него проблемы, достаточно тяжело вы начинаете на нее выйти. И, посмотрите, это, возможно, какие-то нестандартные вопросы задавания. Это нормально для того, чтобы все-таки человека заставить задуматься о том, что с ним происходит в данный момент. Вот и все. Спасибо большое, Сергей Владимирович. Вы затронули несколько важных, под тем, к которым мы вернемся. И, в частности, влияние СМИ на поведение общества в части суицидов и работа психологов в этом же направлении. Я же хотела бы предоставить право высказаться относительно публикации, вышедшей у нас на портале накануне Нового года и другим гостям нашей студии. Татьяна Александровна, может быть, вы хотели бы как-то прокомментировать и высказать свое мнение о статье? Нет, не о статье. Дело в том, что я этот материал получила накануне. И, честно говоря, когда я его прочитала, мои даже личные чувства в чем-то были затронуты. Если мы говорим о грамотном освещении психологии, то, на самом деле, то, что я вижу на нашем рынке, неплохой сериал «Есть без свидетелей», который, на мой взгляд, достаточно грамотно показывает работу психолога. Другого такого, наверное, материала я еще не встречала, сделанного российскими нашими производителями. Но без свидетелей. Почему нет свидетелей? Ведь в поле взаимодействия находимся мы и наш клиент. Мы считаем, что он открыт перед нами, и мы со своей стороны достаточно открыты перед ним, используя какие-то определенные методы, определенные стили работы. У каждого какой-то свой индивидуальный стиль, который тоже не всем подходит. И без свидетелей, потому что никто не имеет права, на самом деле, нас судить. Именно мы находимся в этом поле. Именно мы так работаем. И когда происходят такие вещи, когда... Ну, мало того, что ситуация надуманна, да, то есть у человека реально отсутствовала проблема, да, то есть уже априори психолог ему не поможет, потому что ситуации нет, да, как можно помочь в том, чего нет, да. И сам факт этой записи и это вынесение на обсуждение, более того, комментарии о впечатлениях, мне понравилось, мне не понравилось, мне было комфортно, мне было дискомфортно. Но весь фокус заключается в том, что не всегда клиенту после даже любой консультации или коррекционной работы может быть комфортно, да, то есть он не всегда может быть доволен. Поэтому в данной ситуации, конечно, я тоже воспринимаю это как огромное какое-то нарушение и морально-этических прав. Более того, вынося вот такой материал на всеобщее обсуждение, кто может обсуждать? И когда обсуждают специалисты, это одно, когда люди далекие от этой системы, от этих знаний, от этого образования, то у нас получается так, мне не понравилось, психолог плохой, да, это я уже так достаточно мягко говорю, и в результате, если мы говорим даже о тех людях, которые читают эту статью, они говорят, да, действительно, а чем же может помочь психолог? Сократить их надо, зачем они нам нужны? Другой вариант, когда начинают читать об этом сотрудники службы, они говорят, как? Я поднимала 40 звонков, я старалась им помочь, и в результате, как ответ благодарности общества, я получаю это, то на самом деле это вот с обоих точек зрения, как мне кажется, не совсем верно, не совсем корректно. Вот это вот мое мнение. Ну, я должна, наверное, сказать, что поводом для такой работы журналиста послужило несколько обращений в редакцию Тутбай на протяжении 2012 года, в которых наши пользователи рассказывали нам о том, что они обращались со своей проблемой на службу психологической помощи по телефону, не всегда в Минске, это было и в регионах, и жаловались на то, что или не получали никакой помощи, были случаи, когда просто говорили, что вам не к нам совершенно, потому что ваши переживания, как бы, в ваших переживаниях мы вот в этой ситуации помочь не можем. И именно поэтому была произведена вот такая вот журналистская работа. Смотрите, когда к нам обращается любой клиент, даже по звонку, мы говорим о чем? Какую помощь мы можем вам оказать? Мне не помогли. Смотрите, я звоню на телефон. Я влюблена, допустим, в женатого человека. Он не хочет уходить от жены и не отвечает мне взаименностью. Я страдаю, конечно, я страдаю, мне очень плохо. Я звоню на телефон, я прошу, помогите мне. Мне дают какие-то рекомендации, на мой взгляд, конечно же, абсолютно незначимы. Ведь я не могу получить этого человека. Он ведь от меня не уходит, и мне не сказали, что мне делать. Да? Правильно? Как мне его увезти из семьи? Как вы думаете, я ценю работу? Естественно, как мне не помогли. И это повод для жалобы. Часто жалуются на специалистов службы? Ну, такие случаи бывают, точно так же, как и бывают благодарности. И я думаю, что благодарностей больше. К сожалению, вы знаете, когда человек благодарит, он это звонит и говорит непосредственно специалисту. А жалобы оформляют в письменном медицине. А жалобы звонят вам на церковь, а жалобы звонят вам. Вот поэтому вот такая ситуация. Спасибо вам за ваше мнение. Наталья Александровна, можете ли вы каким-либо образом прокомментировать публикацию, ссылку на которую получали? Может быть, просто высказать свое мнение о том, что прочли и, возможно, услышали? Ну, так как я являюсь представителем Академии последипломного образования, где непосредственно повышают квалификацию специалисты, ну, психологи, в первую очередь, учреждения образования, то для меня и для моих коллег, когда мы познакомились с материалом, эта статья, ну, в первую очередь, представила интерес с точки зрения недостаточности компетенции. Если брать это как основу для повышения квалификации специалистов, то какие типичные ошибки могут быть в подобных случаях? Да, на что нам обратить внимание? На курсах повышения квалификации. Потому что вот в 2012 году отдел разрабатывал положение о компетенциях педагогов, психологов, учреждений образования, чтобы легче было тестационным комиссиям определять степень, так скажем, компетенции специалиста. И в том числе рассматривали вот вопросы подготовки, конкретные, допустим, работа в экстремальной ситуации, работа в кризисной, есть такие компетенции или нет таких компетенций, да? И в данном случае вот в этой статье или в этой публикации, да, в тех аудиозаписях, которые там были, можно было увидеть типичные ошибки, в общем, недостаток, допустим, компетентности специалистов, если не брать это как ситуацию специально разыгранную, да? Потому что здесь я согласна с коллегами, нюанс все равно есть, да? Потому что мы немножко по-другому себя ведем. Но с другой стороны, на этом, например, у нас тоже построена система обучения специалистов. У нас нет, мы редко берем конкретных клиентов для обучения наших педагогов. Чаще мы сами разыгрываем эти ситуации, и мы тоже используем какие-то, возможно, надуманные проблемы. Но есть компетентность, которую, в общем, не продашь и никуда не денешь. И если отработана стратегия в смысле работы вот там по телефону или в консультировании или еще где-то, когда отработаешь какой-то экстремальной, кризисной ситуации, да, ты все равно по этому алгоритму работаешь. Ты не пойдешь ни вправо, ни влево, какая бы ситуация ни была, придуманная или реальная. Еще один момент, который я для себя подумала. Мне кажется, подобные публикации – это реклама. Это хорошее привлечение внимания к тому, что такое, например, все, кому я не послала эту публикацию, да, сделала ссылочку, все тут же полезли в интернет и поискали и нашли для себя ответ на вопрос, а что такое экстремальная помощь, да, что такое кризисная консультация. То есть, ну, вот, как бы, то, что в Африке, да, тоже является тем же самым, а что, что такое. Там телефона не было опубликовано, поэтому понятие рекламы как бы не входит. Если мы входит из рекламы. Так как я работаю с подростковой аудиторией, все-таки… Если исходить до рекламы программы двухлетней, которая сейчас идет по рекламе телефона кризисного оказания женщин, когда пишутся в насилие, то да, это возможно. А вот как реклама их никак не идет. Это привлекает внимание. Ну, в любом случае, это некая информация, которая стала интересна, на нее откликнулись, на нее отреагировали. Это тоже то, что работает все равно на формирование психологической культуры. Все равно это некий контекст, который задает содержание, задает интерес. И еще один момент такой, ну, который мне показался важным, это вот вопрос наличия информационного поля у самого психолога, который находится где-то. На телефоне доверили или еще где-то, потому что мы сами в Академии столкнулись с такой проблемой, когда мы постоянно обновляем информационное пространство. В этом смысле, кстати, очень неплохо здравоохранение работает. Когда взаимосвязь учреждений образования или взаимосвязь учреждений здравоохранения, где есть психологи, психиатры, психотерапевты, телефоны контактные, да, потому что постоянно телефоны меняются, специалисты уходят, либо что-то такое другое происходит. Есть ли вот это информационное пространство, которым может специалист поделиться с людьми? Да, то есть куда мне звонить? Куда мне обратиться, если у меня такой случай? Куда мне обратиться, если у меня такой случай? Потому что одна из наших задач, это в том числе задача стрелочника. Если я не знаю, что делать, если это вне моей компетенции, тогда я даю телефон, куда человек может пойти, и в том числе я должен обладать информацией, где такая помощь бесплатная, где платная, где анонимная, где еще какая-то, да, как можно больше, чтобы человек мог выбрать своего специалиста, подходящего ему там по определенным требованиям. Мне кажется, тема все равно актуальна, и поднимать ее надо, потому что это, ну, даже по тем откликам, которые написала там один отклик, очень хороший, от педагога-психолога школы, это ведь ее проблема, которая, эта публикация позволила ей говорить о том, что да, мы готовы с этим работать, но тогда нам нужны определенные условия для этого. Спасибо большое, Наталья Александровна. Диана, Ваша очередь высказаться о публикации, есть ли Вам что добавить к высказанному мнению коллег? Было сказано уже очень много, и что я хотела бы добавить, что совершенно не нужно никаких сокращений, я считаю, что это крайне важная служба, точно так же, как в медицине, крайне важна скорая помощь, ее ничем не заменишь, и здесь нельзя сравнивать работу больницы, работу скорой помощи, это два совершенно разных поля деятельности, точно так же и в нашей с Вами деятельности, экстренная психологическая помощь, она примерно такую же роль играет, и Вы совершенно правы, что не все вопросы в ней можно решать, и что, опять же, специалисты экстренной помощи, они к ним звонят по какому поводу, либо когда у человека уже что-то так сильно накипело, что у него вопрос-то это жизни и смерти, и тогда их задача, задача психолога не в том, чтобы удержать, порой нужно сказать, как действовать, решить все проблемы или удержать человека от суицида, их задача в том, чтобы, вот как врач скорой помощи приезжает, он задает какие-то вопросы, осматривает человека и видит, какой ему нужно в данный момент сделать укол, для того, чтобы человек сейчас не умер, и потом либо везет его в больницу, либо рекомендует, куда ему обратиться. Точно так же очень важно специалистам экстренной помощи оказать помощь в данный момент то, что возможно, и если они, задавая вопросы, видят и чувствуют, что человек на грани, и туда просто так не звонят. Те, кто на самом деле решил все покончить с собой, им никто не поможет, никакой специалист, никто их не сможет удержать в этом. Но раз человек позвонил, значит у него внутри есть еще не надежда, а есть желание жить. Это самое главное. Если у человека есть тяга в смерть, но есть желание жить, только в этом случае ему можно помочь. Если у него и звонят службы экстренной помощи, те люди, как правило, я считаю, не знаю, вы с этим согласны или нет, у которых на самом деле какая-то, пусть маленькая доля, пусть 5%, но все равно какой-то голос внутри хочет остаться жить, и пусть даже какую-то салону ищут. И специалисты экстренной помощи, они действительно не могут заниматься всеми вопросами. Они могут поддержать человека в данный момент, помочь ему остаться на плаву и направить их дальше к специалистам, которые будут работать с ними дальше. И совершенно экстренная помощь, она действительно экстренная. И, конечно, можно было бы немного, если человек звонит, ему объяснить, что это значит. Не все, например, может быть, понимают, чуть больше терпения может быть, чуть больше, но в любом случае это действительно прекрасная возможность поговорить о том, насколько это важно, и о том, насколько важна и сама работа экстренной службы помощи, телефона доверия, и что это у нас есть, и что это для нас прекрасный информационный повод сейчас вообще поговорить о теме и помощи людям, и в том числе вопросы сложные, суицидальные, как им помогать. И здесь я, как тоже человек, очень много работающий с людьми, как коллега сказал, с гражданами, я больше привыкла назвать их клиентами, людей, которые ко мне приходят. Но вы будете называть эти клиенты, потому что я имею в виду никогда не помощь. Абсолютно. Да, дело в том, что совершенно верно, ситуация была искусственная, и здесь нужно четко и ясно понимать, что особенно, когда человек опытный, когда он много с этим работал, и ему звонят и начинают из пальца высасывать какую-то проблему, это сразу чувствуется. И поэтому понимаешь, что что-то не то. Ко мне тоже порой человек приходит, вроде на консультацию оплачивает, час у меня проводит, он начинает что-то рассказывать, а я понимаю, что либо тема не та, которую он заявил, не она для него важна, очень редко бывает с тем, что человек пришел, ну, прислал кто-то, вот сходи к психологу, тебе, может, там помогут. И тогда, единственное, что я тогда использую, я говорю, например, что вы знаете, я не говорю, что у вас нет проблем идти отсюда, я говорю, что вы знаете, у меня складывается ощущение, что я вам ничем не могу помочь, либо вам нужен другой специалист, просто говорю свои впечатления, те, которые у меня есть. И это абсолютно нормальная, абсолютно нормальная, обычная рядовая ситуация. И, в общем-то, я здесь даже не вижу никакой проблемы. Я не знаю, может быть, коллега-то каким-то образом задела, но я точно так же с Натальей совершенно согласна, что это прекрасный повод вообще затрагивать эти темы, вообще говорить об этом. И вообще для нас это прекрасный повод встретиться здесь и поговорить о том, как, кто мы такие вообще психологи, с чем мы работаем. И немножко разделить. Я не психолог, я все-таки больше как бы имею медицинское образование, и по образованию врач-психиатра, работаю в психотерапии, но имею образование в области медицинской психологии, конечно же. И поэтому я, конечно, на проблемы смотрю немножко по-другому, как бы не в обиду вам будет сказано. У меня немножко другая картина, вот, как бы, определенная всегда ситуация. И, допустим, по поводу вашего комментария, просто маленький нюанс, как бы, того, что если человек решил, он это сделает, да? Вы знаете, это выбор человека. Судя это или нет? Какие бы ни были ситуации, даже вот то, что вы проводили пример, я понимаю, что они ужасны. Но в любом случае это выбор человека, как мне писали в одном классическом... Друзья, почитал. Для зрителей, если позволите, поясню. До эфира мы вспоминали несколько громких случаев суицидов и инфантицидов, которые прогремели на всю страну. Ну, связано и с тем, что мамы со своими детьми это совершили совместно. Я, как бы, скажу, как есть. Потому что бывают такие случаи. Об этом, по-вотому, не пишет, но, мне кажется, такие случаи тоже нужно писать, просто, чтобы молодые мамы знали, какие бывают ситуации. Какие бывают ситуации, когда маленький ребенок в огоне тонет в бане. Или маленький ребенок трагедии занимается сами собой, выбрасывается из окна. Так ужасная трагедия. Их можно понять, эти трагедии, но как они переживают. И я почему-то провожу пример, что бывают такие случаи, об этом не пишут. А мне кажется, надо было бы не писать, чтобы молодые родители задумались, чтобы бывают такие ситуации, чтобы не было такого, что родители занимаются своими делами, а дети там сидят у телевизора, играют в компьютер, а там окна открыт, еще что-то. Вот это и есть задача, как бы, среди массовой информации. Нет, в прошлом году мы писали о случаях, когда с окна, по-моему, третьего этажа выпадал ребенок, а был случай, когда прохожий словил просто ребенка, который выпал из окна. Я извиняюсь, я просто продолжу. Потому что, почему это происходит? Потому что, конечно, человек выбирает, и я хотел привести пример, что в состоянии психоза, как пишут одни эксперты, человек, который находится в другой реальности, да, один выбрасывается из окна, а другой хватает за стопор и убивает рядом стоящий человек. Я в том случае, что в любом случае человек делает сам выбор. И подавать информацию, исходя из того, что обвинять кого-то, или какие-то том, что они не могли оказать помощь, ну, просто как бы не совсем корректно. Особенно до результатов завершения какого-либо расследования как такового. С другой стороны, хотелось бы, чтобы все-таки, вот у нас комфортно-морская правда, хочу сказать спасибо, они осенью грузовая круглый стол. И мы там подчеркиваем, что при освещении таких неприятных случаев очень важно, чтобы они подавали соответствующие рекомендации всемирной генерации до выхода. Вы же сотрудничаете с ООН. Почему вы не взяли эти рекомендации? Где указано? Каким образом среды доктора данных случаев? И важно, чтобы потом были предоставлены телефоны, куда люди могут обратиться за помощью. Я не занимаюсь рекламой службы, да. Но в данном случае очень важно. Такого рода мы номера публикуем. Но я хоть... Но вот в этих публикациях не было. Ну не было их. Под публикацией с этой дискуссией будет. Я продолжу свою другую. Были журналисты, мы так отсветили, но мне понравилось. Какой основной вопрос их интересовал? Они не заказа задавали. Так вы нам скажете, больничный лифт дают, когда у человека депрессия или нет? Вот сюда дают или нет, да? Вот основной вопрос. Конечно же дают, но суть в другом. Если коснуться этого. Если человек в депрессии, при депрессии наиболее высокий уровень, ставится на 15%. Дать больничный лифт, чтобы он оставался дома. Что-то может быть. Это никому. Не предсказуемо. Не предсказуемо. Поэтому в таких случаях обычно социональное лечение предпочтительное, и мы всегда как бы настаиваемся. Я хочу добавить, скажем так, о превенции суицидов и работы с депрессивными пациентами. Есть приложение агрессии. В данной ситуации у депрессивных пациентов она обращена вовнутрь. Суицид – это агрессия направлена против себя. Если мы говорим о безмедикаментозной психокоррекционной работе, то лучший вариант вывода клиента из депрессии, когда он начинает проявлять агрессию вовне. В первую очередь это на своего психолога, с которым он работает, если мы говорим о коррекционной работе, либо на того же самого консультанта телефона доверия. То есть если он уже начал агрессировать на кого-то, он уже не будет это делать с собой. Вот это вот есть нюанс. И это нюанс кризисного вмешательства непосредственно. Вот, например, средства массовой информации не освещали действия наших психологов после взрыва в метро. А однако вот именно по больницам с родственниками ходили наши психологи. Писали о российских МЧС, но ничего не писали о нас. Опять же, да? Может быть, вы просто скромно о себе молчали? Нет, я хочу сказать. Я, правда, звонил не на ваш институтный Иисус, я звонил на СТВ. И с какой целью? Не потому, что я хотел дать интервью. Я хотел предоставить телефоны, на которые следует людям обращаться за помощью. Потому что, во-первых, в тот же день, ночью, мы уже работали со всеми потерпевшими. Мы все как бы вошли до 12. Я была потерпевшая, со мной никто не работал. Потерпевшие находились в больнице. Не только. Я вам говорю, теми потерпевшими, которые находились в структуре системы здравоохранения, которые были госпитализованы. Но не со всеми. Кроме того, опять же, показатель того, что телефона в средствах масс-информации экстропсихологической помощи не было. Я была тоже удивлена, что у нас показывали кого угодно, израильтяне, россиян, наши что показывали. Они сказали, ой, у нас там это, у нас это, у нас это. Ну, не было размещено. Хотя нам звонили, мы отдельно посадили двух психологов, которые сидели чисто на приеме. И оказалось, помощь потерпевшей. И вот нюанс, да, все-таки хочу завершить. То, на самом деле, звонили очень много журналистов и говорили, а как это психологи оказывают помощь? Вот как-то они задают какие-то глупые вопросы. Непонятно, до чего доводят вот этих родителей, например, родственников пострадавших. А ведь суть такова, что люди должны отреагировать. Вывести их из этого состояния. Моментально, да. И со стороны, как выглядит действие психолога, как жесткого, черстого, вообще абсолютно непрофессионального. Ну, как это? Он подошел к плачущему человеку, и в результате человек не успокоился, а начал кричать. По большому счету, он должен это отреагировать. То есть не успокоить была его задача. Не в СМИ затаять. Да, а наоборот отреагировать. И опять же, как мы можем осветить это в СМИ, как действие психолога, например, непрофессионального. Например, мы можем же создать такое общественное мнение. Просто я хочу сказать, что в каждой работе, при работе с любым состоянием, все определенные нюансы. Для этого люди, извините, 5 лет и учатся в институте. Да, некоторые всю жизнь. Для того, чтобы знать эти нюансы. И доводить это до пользователя в каком-то необработанном варианте, ну, это не совсем корректно. Вот, скажем так. Несколько раз подчеркивалось, что экстренная служба психологической помощи имеет отличие от неэкстренной. Расскажите, пожалуйста, в чем отличие экстренной службы. И после, я думаю, что перейдем к вопросам компетенции психолога и экстренной, и неэкстренной службы, потому что это волнует наших пользователей. Смотрите, ситуации в жизни на самом деле могут быть разные. Это могут быть хронически текущие. Если мы опять же обратимся к опубликованной статье и прослушаем первый ролик, то девушка заявляет о том, что у нее хронически частые конфликты с мамой. Тон ее голоса не позволяет судить, что что-то произошло прямо сейчас непосредственно. Это ситуация, которая уже растянута во времени. В данной ситуации специалист вправе предложить обратиться ей к психологу в городе для того, чтобы пройти даже не одно-два консультирования, а курс какой-то коррекционной работы для того, чтобы найти некое определенное примирение с собой, примирение с ситуацией и найти для себя определенные выходы. Экстренная ситуация – это когда человек находится в каком-то определенном шоком состоянии. Если как пример, я могу привести из собственной практики, когда звонит пожилая женщина, это, кстати, звонки, наверное, которые я оцениваю как редкие, продуктивные, и, наверное, те, которых благодарят. Когда звонит пожилая женщина и говорит, вы знаете, у меня сестра умерла от рака, а маме 90 лет, и я не знаю, сказать ей об этом, о смерти или нет. Я боюсь, что скажут соседи, и как она это переживет. И мы эту тему обсуждали. Либо звонит женщина, говорит, вы знаете, вот я сейчас иду из онкодиспансера, я самоврач, и мне поставили диагноз «рак». И я знаю, как врач, что мне осталось жить три месяца. Как мне об этом сказать 12-летнему сыну и мужу? И стоит ли говорить? Вот о чем мы говорим. Человек находится в состоянии шока. Да, действительно, с позиции консультанта, я могу даже сказать, в контрпереносных реакциях, я ощущаю, например, полную беспомощность, потому что реально я ничем ему помочь не могу, кроме одного – находиться с ним рядом в этот момент. И, наверное, ситуация поддержки, просто нахождение рядом. Да, вот, наверное, основная функция экстренной психологической помощи – это поддержка для того, чтобы человек, если мы можем говорить метафорически, поднялся на поверхность, сделал глоток воздуха, а дальше он сможет сам плыть. Вот это вот подтолкнуть на поверхность, находиться с ним рядом. Наверное, если мы говорим о метафорическом, это основная… Я хочу вот добавить, что он находится в состоянии напряжения, он фиксирован на каком-то событии. И задача – добиться того, чтобы переключить. Поэтому возможно применение различных приемов, вербальных, какие-то невербальные, потому что суть, чтобы он смог переключиться от той проблемы, на которой он зафиксировался. Допустим, что-то хочется бы сделать. Главное, чтобы он смог подумать о чем-то другом, о том, что, возможно, какой-то другой вариант. То есть он может сделать что-то другое, да? Да. Он может делать, но он может делать что-то другое. Или то, что он хочет делать в средстве чего-то, потому что, ну, к сожалению, так тема возвращается. Если люди хотят с собой что-то совершить, это ощущение неносимой душевной боли внутренней, которой они ничего не могут делать. То пойти какие-то мероприятия для того, чтобы или снизить напряжение, или все-таки переключить мотивацию на какую-то другую активность. Очень. На окрытии, например. Ну, и говорите, вполне, да. Вопрос о компетенциях как специалистов экстренной психологической помощи, так и у психологов вообще, я думаю, что тоже следует проговорить сегодня, потому что люди, может быть, и те, которые жаловались нам в редакцию на неполучение помощи у психологов, наверное, ожидают от психологов действительно разрешения всех проблем. Что находится все-таки вне компетенции психолога? Расскажите, пожалуйста, уважаемые гости. Еще могу ответить тоже на этот вопрос. И опять же, вернемся к первому, опять же, звонку записанному... Опубликованному материалу. Опубликованному и записанному материалу, да, это аудиозапись. Когда звонившая абонентка просит оказать помощь, влияние еще на третьих лиц. Моя мама меня не слушает, моя мама должна. Она предъявляет не свое душевное состояние, не боль, а какую-то проблему с мамой. Ведь мама должна как-то меня любить, да. И, кстати, в данной ситуации консультант говорила, мы не знаем вашу маму, мы говорим о вас. Да, и вот когда мы все-таки говорим о третьих лицах, то мы, в принципе, мало можем оказать влияния. И здесь можно перевести дальше, что мы можем сделать для вас. Абсолютно. И тут уже, да, другой вопрос. Для того, чтобы человека фокус перевести на него самого, только так. Психолог, насколько я помню, в телефонном разговоре предпринимала попытки как раз обернуть ситуацию на... Да, на самого человека. Конечно, у меня же была другая задача, мотивация, как бы притянуть побольше времени, посмотреть, как работают. Поэтому на всякий конструктивный союз всегда будет находиться деконструктивное решение или предложение. Для того, чтобы просто притянуть, вот и все. А поделены, конечно, ловушки, которые... Ну, клиенты тоже приходят очень разные. Очень-очень разные. И они все нормальные в своем состоянии. И бывает очень сложное состояние у человека. И бывает абсолютно неадекватная реакция. Ну, что поделать. Такая работа у нас с вами. Работать с людьми в очень-очень-очень разных состояниях. И оставаться при этом вне этой ситуации. И работать с этим. Я бы сказал, в ней комментарии. Клиентов и пользователей в отношении нашей работы. Потому что, если послушать даже первый разговор, звонившая, она в конце сказала же спасибо. Но люди могут комментировать, как хотят нашу работу. Самое главное, чтобы мы ее делали профессионально. Вы знаете, ими так, ими так, но все-таки сказала спасибо. Это был рассказ по контуным тоном. И опять же, показатель того, что, видимо, какие-то моменты были затонуты. Но дело не в этом. Был затонут вопрос границы психологов. Что не могут делать, что не могут. И я думаю, можно начать с того, что все мы воспитываемся в определенной среде. В определенной семье. В определенном социальном окружении. И у всех нас существуют определенные стереотипы. У кого успешные, у кого менее успешные. Так у кого менее успешные стереотипы, он обращается за помощью. В тех ситуациях, когда он попадает. В те моменты, когда он не знает, каким образом сделает. Те стереотипы поведения, которым они как бы не работают. Так задача психолога не решить до него. А дать возможность ему понять, что он делает не так. Для того, чтобы он мог измениться. А изменится он не изменится. Это опять же проблема выбора человека. Как я всегда говорю своим посетителям, которые ко мне обращают. Да, у вас произошла трагедия. Но по большому счету любое несчастье, это как бы благо. Почему? Потому что оно дает возможность додуматься и понять, что мы делаем не так. Ведь основная, по большому счету, наша задача – получить рождение. А в чем оно заключается? Чтобы мы смогли в течение своей жизни отойти от тех стереотипов, которые нам вбиты. По отношению нашего воспитания, развития. И прийти и понять того, что же нам надо. К чему нам нужно стремиться. Для этого и даются нам определенные проблемы, несчастья, страдания, которые мы должны перейти. И при этом, не делав никаких жизненных глупостей, измениться и прийти к пониманию себя и своей внутренней сущности. Вот и все. Наталья Александровна. Что по вашему мнению вне компетенции? Я тоже думаю по поводу компетенции. Но так как я представляю педагога-психолога, систему образования, в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы педагоги-психологи и также те граждане, которые обращаются к ним, учителя и родители, и дети, понимали, что вне компетенции лечить. Педагога-психолога, что необходимо, особенно в случае подозрения на высокую степень суицидального риска, на депрессивное состояние у ребенка, когда психолог видит эти маркеры, необходимо рекомендовать обращаться к врачу, проходить обследование, чтобы ребенок получал полноценную медикаментозную помощь, чтобы было гарантировано, что там нету каких-то серьезных расстройств, которые, ну, нужно уже вмешательство там психиатра. И чем раньше это выявляется, тем больше здесь гарантия сохранения этого ребенка, жизни его и всего остального. Безусловно, в компетенцию психолога не входит решать какие-то такие серьезные социальные проблемы, потому что тоже вот, кто работает с суицидальным риском или с другими кризисными ситуациями, мы прекрасно понимаем, что если ты устранишь проблему, суицида не будет. А очень часто мы сталкиваемся с проблемой, которую психолог устранить не может. Например? Например, отчим, который проживает с ребенком и подвергает ребенка постоянно психологическому или физическому насилию. Да, и это не та ситуация, когда педагог-психолог может прийти домой к этому отчему и что-то делать на дому с ним. То есть, естественно, есть какие-то технологии, он предпринимает определенные действия, но это не только его компетенции. То есть он не может самостоятельно с этой ситуацией справиться. Или справиться с ситуацией социально опасного положения, когда многодетная семья, когда низкий достаток материальный, и когда есть темы какие-то или переживания кризисные, связанные с вопросами социального характера, которые тоже психолог решить не может. Или там интернатский ребенок, который тоже может находиться в экстремальной ситуации. И тоже какая-то социальная ситуация, которая не только в компетенции психолога. Ну, здесь вопрос взаимодействия. И тогда это важная тема для понимания самим педагогам-психологам, что является моей компетенцией, а что не является. Чтобы он честно мог сказать клиенту, что вот это я могу, а вот это вот этот специалист, а вот это социальный педагог, а это вот мы обратимся в охрану детства, а это мы обратимся в систему здравоохранения, чтобы было налажено взаимодействие, чтобы, в общем, можно было помочь, но помочь не только вот я сейчас всех спасу. Психолог не супермен. Да, да, это так. Ведь очень часто родители, особенно при низкой психологической культуре, когда они не знают функционал, наполнение, они путают, кто это. Часто думают, что доктор, что он поможет, что он диагноз поставит, что он быстренько решит эту проблему. Важно, чтобы, в общем, психолог, он тоже открыл глаза и родителям, и педагогам рассказал, и детям рассказал, что вот у меня вот такие компетенции, такие задачи я могу решить, а такие нет. Я хотела бы добавить, как представитель частных психологов, о том, что очень важно, большую роль в нашей профессии играет опыт, и профессиональный опыт, и жизненный опыт. Я слышала, один из моих коллег как-то сказал, что мы как вино в нашей профессии психологи, чем старше, тем лучше, потому что большую роль играет, опять же, жизненный опыт. И здесь очень важно, самое первое, что касается компетенции психолога, самое главное, чтобы он для себя определил свои границы возможного. И чем больше опыта, естественно, тем более границы расширяются. И чтобы не хватался, как супермен, за любые вопросы, обратились к нему, и не хватался за любые вопросы, которые ему не по силам. Поэтому первое, что нужно сделать, это определить для себя, чем меньше опыта, естественно, тем эти границы уже, и браться сначала за те вопросы, которые тебе по силам, и в которых ты сам проработан, скажем так. Потому что к нашей профессии относятся, опять же, постоянный собственный личностный рост, и постоянное собственное самопознание, и работа со своими собственными вопросами. Без этого никуда невозможно работать, иначе тогда психолог будет решать свои проблемы через своих клиентов. Это тоже случается. И здесь, когда ты определяешь для себя свои границы, и знаешь, с чем ты можешь работать, с чем ты не можешь работать, это высшая степень профессионализма. Честно и прямо сказать человеку, который пришел к тебе на консультацию, что вы знаете по этому вопросу, я, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Это многие боятся. Вот сколько я разговариваю с коллегами, некоторые специалисты боятся. Как? Ко мне же человек обратился за помощью. Как я не могу помочь? А это как раз вводит в заблуждение, когда ты хватаешься за тот вопрос, в котором ты немного понимаешь и ничего не понимаешь, и пытаешься что-то решить, и еще более усугубляешь ситуацию. Возможно, в таких случаях появляются люди, которые говорят, что эти психологи ничего не могут делать. Как раз когда специалист говорит, что вы знаете, я ничем не могу вам помочь, это профессионалы, которые уверены в себе, которые еще лучше, если у него есть координаты коллег, которые работают с этими вопросами. Я, например, не работаю с детьми. Работаю терапевтически, как бы в семейном контексте. Но у меня есть коллеги, которым я направляю сразу же людей, не вводя их в заблуждение, ничего, сразу направляю к ним. И это всегда очень хорошо, когда есть хорошее взаимодействие между коллегами. И когда ведь психологи работают как с душевными вопросами, точно так же можно и те же самые симптоматики, и те же самые болезни, к ним желательно подходить комплексно, чтобы был комплекс специалистов, и педагоги, где нужно, и психологи, и врачи, и психотерапевты, чтобы был целый ряд специалистов, которые могут человеку помочь. Только тогда это может быть эффективно. И здесь очень важный еще один момент есть. Один момент – это самому специалисту знать свои границы. И второй момент, о котором я тоже всегда говорю своим людям, клиентам, которые ко мне обращаются, особенно когда они говорят, я не знаю, вы мне помогите, моя последняя надежда, как только ты это слышишь, все, это значит, что это осторожно, красная лампочка начинает мигать. Каждый человек – эксперт в своей жизни. Только сам человек – эксперт в своей жизни. И мы, как специалисты, можем ему помочь провести какое-то время, сопроводить его в его пути, если он заблудился, если он не знает, куда дальше идти, что ему дальше делать, именно задавая вопросы или используя другие техники, прекрасно работает арт, терапевтические техники тоже с людьми, но сопроводить. Мы остаемся за пределами ситуации человека. И он сам ищет ответы на свои вопросы. Все ответы есть внутри у людей. И наша задача как раз – помочь человеку найти эти ответы. Одна, кстати, из типичных ошибок – это принятие ответственности специалистам на себя, когда ему кажется, что он со всем справится. Особенно молодых. Да, и тогда они уже начинают огородами, про все, что угодно. Особенно это… Мне кажется, здесь вот основная проблема, которую мы еще могли бы осветить, это то, что… Вы знаете, сколько лицензий у психологов, сколько у кого? Я не помню. Ну, короче, реклама в интернете о психологической помощи значительно повышает тех петербург, которые имеют лицензии на оказание психологической помощи. То есть психологом может сейчас называться каждый, да? Нет, нет. Вопрос в другом. Нет, наоборот. Получает образование, после первичного высшего образования, получает специализацию двух-трехгодичную, да, и начинает рекламировать к себе специалист в области психологической помощи. И широко рекламировать, и зачастую мы ставим на связи с тем, что средства массовой информации это уже без всякого упрека. Без всякого упрека нормальный сам по тебе процесс, когда приглашают таких петербург, которые имеют определенные пробелы в тех или иных знаниях, и они начинают комментировать те или иные события, исходя из своих ограниченных знаний. А это же знания в широкие массы. И получается, что… А, это всех ограниченных знаний. Скоро компетентных специалистов и экспертов он актуален для всех во все времена. Естественно, да. Поэтому важно, допустим, если молодой человек, если он действительно заняты в том, чтобы стать специалистом, чтобы он получил классическое образование, да поработал несколько раз в какой-нибудь государственной системе, прошел там, посмотрел, делал всегда невыполнимые проблемы, где есть старшие товарищи, посмотрел, что у него получают, какие ситуации могут… А ситуации бывают самые очень однообразные. А вы знаете, в романах книжка таких небладких, иногда приходят, сталкивают. И тогда приходит и понимание, и профессиональный опыт. Тогда, естественно, такому специалисту можно доверять. И он понимает ту информацию, которую он говорит. А сейчас же другое. Ага, у нас, я извиняюсь, наверное, психологов, не меньше, чем в Соединенных Штатах, на душу населения. Но сколько из них действительно тех людей, которые могут реально оказать помощь? Большой вопрос. Ну, здесь я с вами частично соглашусь, а частично нет. Я, например, ни дня не работала в государственном учреждении, и как раз это большое… И не только с моей точки зрения, я знаю массу хороших специалистов, которые как раз не могут получить лицензию. Подождите минуточку. Именно по той причине, что они работали как ИП, они не работали в госучреждении. И я сомневаюсь, что я с большим уважением отношусь к педагогам, психологам, работающим в школе. Но у них, Наталья Александровна правильно сказала, другие компетенции совершенные, у них другие задачи. И даже если человек 3-5 лет проработал в школе, не факт, что он сможет коррекцию оказывать, и что он сможет работать с тяжелыми клиентами здесь. Ему нужно будет дополнительно получать квалификацию, идти учиться. Да, и чего у нас в стране, к сожалению, пока нет. У нас нет ассистирования. Вот в Европе, я очень много работаю с коллегами из Германии, из Австрии, у них есть тот человек, который получил образование, он должен обязательно 2-3 года быть ассистентом. И он может быть ассистентом как у опытных специалистов в госучреждении, так и у зарекомендовавших себя лицензированных специалистов в частной практике. И здесь, понимаете, работа в госучреждении абсолютно не всегда дает априори возможность работать в каких-то сферах. Извините, вы это говорите в отношении своего опыта, да? Совершенно верно. Даже как вы говорите в отношении своего опыта. Нет, я уточняю. Вы говорите в отношении своего опыта. Во-первых, мы не затягиваем работу психологов системы образования. Я об этом как бы не говорю. Наталья Александровна говорила. Повторяйте, скажите, пожалуйста, у вас часто бывают пациенты, которые страдают теми или иными психическими нарушениями, как шизофрения, маникально-депрессивный психоз. К вам часто приходят люди, которые говорят, вы знаете, доктор, я сейчас хочу выпрыгнуть из окна, и ничего с собой не могу сделать. Мне как будто что-то тянет. Вы часто с этим сталкиваетесь? Да. Часто, да? Да. И что вы делаете? Я работаю с ними. Вы работаете? Да. Ну, вы знаете, ой, я извиняюсь. Вы же понятие не имеете, как я работаю, да? Вы сейчас пытаетесь меня дискредитировать, что я не совсем корректно нарушаюсь. Вы знаете, у нас работают психонедиспансеры, работают около 30 психологов. Да. И никто из них с таким вот, типа, пациентами не работает. Знаете почему? Ну, у каждого есть свои границы. Я могу объяснить, я могу объяснить, потому что если больной с шизофрением, он должен в первую очередь получать медикаментозное лечение. То же самое неконедиспансерное психологическое. Если он не получает лечение, то возможны различные экстрессы. Кроме того, есть такое понятие, как паранойзная реакция. Часто потом они начинают высматривать своих помощников, которым оказывают психологию помощь. А если к вам приходит такой человек, который говорит, что его как-то тянет, Такого человека нужно просто ручно госпитализирует психиатрический стационар, потому что он выйдет из вас, и это может сделать. Это показатель острой помощи. Не экстренной, а острой помощи. Я в курсе. Я работаю с острым состоянием. Я подсказал из своего опыта. Вы из своего? Да. А я говорю из своего. Я работаю с острым состоянием. Но специалисты, которые не имеют классического образования, не поработают в системе психоучреждений, они недостаточно компетентны во многих вопросах. Я бы сказал таким образом. Здесь мы с вами можем вести бесконечную дискуссию. Естественно, можем. Вы бы сказали свою точку зрения. Я бы сказал свою точку зрения. И все. И не более того. Я же не дискутирую. Что именно вы на это делаете. Я просто говорю о том, что есть. Имею на это право. Восконечный институт пойдет специализацию по психотерапии и пойдет обучение в бюджетном институте по медицинской психологии. Имею на это полное право. У вас есть сроки с вашими людьми. С вашими коллегами. И нет смысла. Какой смысл? Вы к чему сейчас ведете эту дискуссию? Вы затронут эту тему. Вот и все. Я высказал сомнения. Я не буду этого. Вы пытаетесь просто сейчас меня дискредитировать. Я подозреваю. Я это не затрагивал. Вы сами затронут эту тему. Вы именно это сейчас и делаете. Это ваше проекция. Это замечательно. Это ваше проекция, как сказал один молодой психолог. У вас есть, смотрите, самое главное, что есть результат. Согласитесь. В данной ситуации есть разные методы. Результат работы психологом в данной ситуации только один. Есть разные методы. Плошные проблемы. Есть разные методы работы. Есть медикаментозные. Я извиняюсь. Вы знаете, к нам приезжало как-то в учреждение психиатрического больницы. Из Москвы писали, и вот мы им сказали, вы знаете, у нас в психиатрическом в учреждениях отдельно есть ставки психотерапевтов. Он говорит, пил у него вопрос. Мы же хотели показать, как, вы знаете, у нас комплексная помощь, у нас министр. Он говорит, он пил вопрос. А зачем? Они в психозе. Они же недоступны к контакту. То, чем они вам нужны. Ну да, выходит психозом, тогда да, да, естественно. А так, почему они нужны? Понимаете? Человек, который о чем-то говорит, который имеет определенный опыт, он знает, о чем он говорит. Вот и все. Да, согласен. Я с вами согласен, Уважаемые гости, я хотела бы, коль скоро остается не так много времени до конца программы, задать вопрос вот какой. Звучали обвинения в адрес СМИ, что слишком много пишут на тему суицидов, об этом в этом укоряем. Сергей Владимирович, позвольте, я сформулирую вопрос. Наши пользователи практически после каждой публикации нам говорят о том, что не пишите о суицидах и тогда их не будет. Порядок 200 суицидов все же в стране в год случается. При этом работают психологи. Не в стране, а в Минске. 200 в Минске ежегодно. В Минске. Порядка 200 суицидов. Спасибо за исправление. Как сделать так, чтобы эта цифра все же уменьшалась с каждым годом и заметно, и мы бы с большей радостью писали о том, что уменьшается количество суицидов, наконец, белорусы и меньчане полюбили жизнь и отказываются от радикальных мер, принимаемых в отношении себя и своей жизни. Возможно ли такое? Что должны сделать психологи, СМИ, общество, для того, чтобы организовать такое взаимодействие, при котором эта проблема исчезнет? Можно я спросить? Или нет? Я корректно очень буду говорить. Во-первых, по поводу того, что вы сказали. Ну, вы поймите правильно. Я не то, что как бы высказал самообвинение. Просто вот тот материал, ну, действительно, как-то в каком-то смысле немножко как бы задел. Я уже не буду говорить по поводу первого сотрудника, который отвечал. Я уже не буду об этом говорить. Но просто когда сталкиваешься с такой информацией, которая следует предлагать немножко по-другому, и обращаешься и говоришь, что, ну, вы знаете, ну, как-то немножко некорректно всегда начинают с тобой спорить, а потом все равно то, что ты высказываешь и говоришь, что, ну, хотя бы соблюдайте рекомендации ВОЗ, да, все равно информация подставляется так, каким хочется. А ведь признание своих ошибок это показать вообще дарилости не только личности, но и той организации, которые осуществляют ту или иную деятельность. И вот, допустим, года два назад пошла такая информация, и все средства массовой информации буквально растерожили, да, в Белоруссии самый высокий уровень суицидов в Европе. Такого же не было. Ну, было 35, выше, третье место занимали. Но чтобы самый высокий, такого никогда не было. Они получили эту информацию, ну, хотя бы проконсультировались со специалистами в данной сфере. У нас есть грамотные специалисты, и они по себе говорят. У нас есть на кафедре психиатрии и наркологии, человек, который действительно длительное время посвятил этой проблеме много времени. Ваш Евгений Валерьевич, да, он действительно специалист в данной сфере и очень компетентный. Ну, хотя бы с ним проконсультироваться, если не доверяете тем специалистам, которые работают в Митске. Я просто к чему, о рекомендациях журналистам мы можем поговорить вне эфира, вот целая редакция видна нашим зрителям. Я доставлю информацию. Если позволите, для эфирной части, для наших пользователей, расскажите, пожалуйста, каким образом следует, не знаю, пользователям вести себя в ситуации, когда они чувствуют, что все плохо, когда их что-то куда-то тянет, как вы говорили. Это очень плохой симптом, кстати. Если, вот я скажу об этом особенно заставлю внимание, если близкие люди, я извиняюсь, но это действительно очень важный симптом, если близкие люди действительно сталкивают такую ситуацию, когда они говорят, что его буквально заставляют что-то делать, нужно срочно вызывать помощь. И не телефон доверить в они, а вызывать скорую психиатрическую бригаду, для того, чтобы его своевременно издали, чтобы он с собой что-то не сделал. Поэтому важно предострелять информацию. Это во-первых. Я думаю, что многие, по крайней мере, родственники или те, кто обращается за экстренной или не экстренной помощью к психологам, боятся последствий, боятся, что узнают соседи, на работе узнают, что вызовут, опять-таки, бригаду специалистов, которые начнут оказывать медикаментозную помощь. Человек ведь, имея какие-то отклонения в поведении, не хочет признавать, он хочет быть таким, как все. Я с вами полностью согласен. Это просто обратиться за помощью, человеку самому выбрать, какой вид помощи он хочет получить. Каждый человек сам выбирает специалиста, к которому он хочет обращаться. Есть те, кому помогают медикаментозные, те, кто обращается к психиатрам, и те, кто получает медикаментозную помощь. А есть люди, которые обращаются к специалистам, к психологам, и точно так же получают там помощь. Не важно, к кому обратиться, главное обратиться за помощью, и главное найти себе специалиста, с которым будет сотрудничество. Мы не затронули, совершенно коротко скажу. Очень важно, чтобы у человека, обратившегося за помощью, у специалиста, наладился контакт, чтобы они вошли друг с другом в резонанс. Тогда это не значит, что клиент плохой, или что психолог плохой. Порой бывает так, что люди не совпадают, не могут вместе работать. Тогда нужно просто найти себе подходящего специалиста. Какой специалист подходящий? Это человек может сам обратиться. Я извиняюсь, как нужно себя чувствовать со специалистом, к которому вы обратились? вы сами сказали первую ремарку, поэтому я с вами здесь не соглашусь, не потому, что мне хочется с вами противодействовать, потому что в данном случае первый вопрос, который должен для себя решить близкий человек, это о том, что для него важно, что на него его поставят на учет, или его спасут. Понимаете, важный момент это сохранение жизни. Поэтому не нужно, близкие не должны думать о том, что возможно там поставят на учет, вызывают психиатры, могут и не поставить, могут и не вызвать, если уж так говорить, потому что те, кто совершает суицид, они, как правило, на учете в семье диспансерии не состоят. Но первый вопрос, который должен стоять, это то, что они могут потерять близкого человека. И часто возникают проблемы, связанные с тем, что начинают думать, вызвать специалистов психиатры или нет, а вдруг на учет поставят, а сказать или не сказать? А права аж потом не дадут. Да, права не дадут. Вы знаете, главное, чтобы человек остался. А там все эти права не нужны. Правильно, ясно, ясно, ясно. А все остальные потом вопросы, они решаем. Да по большому счету, в принципе, так говорить, да пусть как прав, решают, но главное, чтобы близкий человек жив. А потом пойдет время, все равно там пересматриваются сроки, все равно можно восстановить. за помощью нужно. И наблюдать. Я бы сказала, для родителей, для педагогов, для любых взрослых, наблюдать, быть рядом. О детях, когда речь идет. О детях в первую очередь, да, я про свою категорию, про детскую, когда родители просто вообще не видят. И потом, когда назад откатывается, начинается расследование, оказывается, множество было сигналов обращать внимание, когда апатия, когда там расстройство поведения, нарушение питания, нарушение сна. что это дети придуриваются, потому что иногда приходят и говорят те же самые учителя, там, и что, ой, ваш ребенок придуривается, он ленится, он не хочет ничего делать. Это он манипулирует. Всегда очень серьезно относиться к любым высказываниям своих детей. Верить, доверять ребенку. Верить, верить. Я хотела бы еще разобраться в ситуации. Все-таки о том, об ответственности, когда мы выносим какие-то темы для обсуждения в массы, это касается СМИ, наверное, это касается выступлений многих из нас, как и какую информацию мы подаем. Все-таки, опять же, подача информации в данной ситуации очень важна. Я в самом начале ссылалась на рекомендации для средств массовой информации, разработанные ВОЗ, называется «Превенция самоубийств», суицидов. Там приведены исследования калифорнийского социолога Дэвида Филлипса о том, когда мы освещаем каким-то подобным образом информацию о самоубийстве, то численность именно похожих начинает возрастать. В своих исследованиях он точно так же пишет о том, что часто этот выбор происходит бессознательно. Мы склонны к подражанию. Например, мы стоим на переходе, горит красный свет, мы думаем, можно было бы, наверное, перейти. И кто-то впереди нас переходит, и мы следуем за ним. Мы до конца не осознаем, что мы делаем. Действия бессознательны, но мы точно так же, подражая кому-то, начинаем двигаться против каких-то определенных принятых норм. Точно так же происходит и здесь. Когда мы вдруг попадаем в какую-то тупиковую ситуацию, в которой, на наш взгляд, нет выхода, мы начинаем действовать, как кто-то. Начинаем подражать. Несчастная любовь. Там прочитали, что от несчастной любви кто-то там совершил с собой какие-то действия. И мы в этом тоже начинаем искать выход. Поэтому в данной ситуации, кроме подачи, конечно, хотелось бы еще, если говорить о родительских рекомендациях, смотреть, что читают и что смотрят ваши дети. То есть, на каких сайтах они висят, какую информацию они прочитывают, с кем, в конце концов, они общаются, потому что эффект подражания очень важный. И, конечно, хотелось бы, опять же, увидеть в средствах массовых информации выхода из достаточно сложных ситуаций. Вот, например, в данной ситуации тоже хотела бы выразить огромную благодарность Народной газете о том, насколько интеллигентно они освещают достаточно сложные проблемы. Проблемы смерти, проблемы инвалидности, да, вот, я с людьми о моментах переживания. Да, возможно, эти статьи не будут иметь большого числа комментариев и какого-то высокого рейтинга. Но вот, с моей точки зрения, по крайней мере, эти ситуации, эти статьи позволяют задуматься, да, и то, что я потом вижу, эти статьи перепечатают на многих форумах, таких, например, форум для инвалидов, да, скажем так, на каких-то женских формах, то я по данным могу сделать вывод, что это кому-то надо и это кому-то помогает. И вот, наверное, в данной ситуации вот важно более освещение каких-то таких информаций о выходе из достаточно сложных ситуаций, о том, как это может быть, о том, кстати, еще нюанс о том, что какие-то переживания, они нормальны. Опять же, могу привести пример из собственного опыта, когда люди приходят, например, люди, потерявшие ребенка, похоронившие кого-то, да, и они приходят ко мне и начинают рассказывать об этом. И говорят, я никуда не могу с этим пойти, я чувствую себя одиноким, потому что в обществе позиционируется такое позитивное мышление. Ну, я, например, потерял отца, мужа, дочь, я не могу в данной ситуации радоваться, искать какие-то позитивные моменты. Мне важно печалиться. И очень важно, чтобы это освещалось, что это нормально, и чтобы люди могли идти хотя бы к специалистам, если они в своем ближайшем окружении не находят вот этого отклика. То есть, наверное, такой маркер, как отсутствие отклика в своем окружении, в каких-то душевных переживаниях должно позволять человеку обратиться все-таки к специалисту. Татьяна Александровна, вы можете дать рекомендации, как выбрать того специалиста, который поможет, с которым будет удобно и комфортно работать, эффективно, с которым можно достичь какого-то результата? Знаете, в данной ситуации я когда-то задала такой вопрос Льву Хигаю, это юнгианский аналитик, декан кафедры в Институте психоанализа в Москве, на что он сказал, знаете, все-таки мы бессознательно выбираем своего терапевта. Я в какой-то момент ему задала вопрос, говорю, вы знаете, вот иногда приходят люди, которые были у психологов, ну явно сложно сказать, что они имели какую-то квалификацию, потому что они приходят настолько разобранно, что их потом собрать уже просто невозможно. На что он мне говорит, знаешь, наверное, для чего-то им надо было попасть именно к этим специалистам. Понимаете, вот очень важный момент, о котором мы боимся освещать, о том, что все-таки не все в этой жизни мы можем контролировать. Есть какие-то вещи, которые нам подконтрольны, есть какие-то вещи, которые нам не подконтрольны, мы называем их обстоятельствами. Кстати, работа психолога и позволяет примириться нам к тому, что мы все-таки не пуп земли, если говорить так. Поэтому в данной ситуации, наверное, сам факт обращения уже много значит. Если вы чувствуете, что, ну, не дискомфортно, то вы поменяйте же специалиста. В данной ситуации важно обратиться за помощью, что не все люди могут в себе это принять. Вот этот вот очень важный момент, попросить о помощи, когда ты в ней нуждаешься. То есть важнее не подобрать специалиста, а вообще обратиться к ней. Да, да, потому что подобрать, вы знаете, подобрать специалиста, это вот как вот перчатки в магазине, сумочку, обувь к шубке, да, но, наверное, все-таки, если мы говорим о психологии, то это специальность более высокого калибра. Здесь затрагиваются не просто какие-то внешние факторы, да, дал какие-то рекомендации, расписал, как действовать, а вот это вот соотношение душ, да, вот какие-то вот моменты духовного развития, которые, ну, в какой-то степени мы, возможно, сейчас допускаем. Ну, наверное, я бы так ответила на этот вопрос. Я надеюсь, что объяснив мне и нашим пользователям границы компетенции специалистов-психологов и важный вопрос вот этого вот сотрудничества с психологом, я, наверное, так правильно всего будет сказать. Я очень надеюсь, что благое дело мы сегодня сделали, по крайней мере, уж если не спасать чьи-то жизни, то, по крайней мере, разрешить душевные страдания чьи-то мы сегодня поможем. Я благодарю всех вас за то, что вы нашли возможность прийти к нам сегодня и напоминаю, что гостями этой студии сегодня были Татьяна Александровна Ушакевич, главный внештатный психолог комитета по здравоохранению Минго-рисполкома. Спасибо большое, Татьяна Александровна. В гостях также был Сергей Владимирович Давидовский, заместитель главного врача по пограничной психиатрии Минского городского психоневрологического диспансера, главного внештатного психотерапевта комитета по здравоохранению Минго-рисполкома. Спасибо большое, Сергей Владимирович. В студии также были Наталья Александровна Сакович, ведущая психолог отдела прикладной педагогической психологии Академии последипломного образования, член Белорусской ассоциации психотерапевтов, член Российской ассоциации арт-терапевтов. Спасибо большое, Наталья Александровна. Благодарю и вас, Диана. Диана Комлыч, семейный психолог, организационный консультант, системный расстановщик, автор и ведущая программы «Территория счастья» на Тутбай ТВ. Кстати, в будущую среду ждем вас. Не в эту, в следующую. А, в будущую среду таки ждем. Я благодарю всех, кто сегодня был с нами. Меня зовут Алена Андреева. Надеюсь, что что-то полезное мы сегодня вам все же сказали.